Молдавские власти готовятся к прибытию высокопоставленного гостя. 29 мая визит в Кишинёв совершит госсекретарь США Энтони Блинкен. Американский чиновник встретится с президентом Майей Санду и другими должностными лицами. Ожидается, что Блинкен объявят о значительном пакете поддержки прогресса Молдовы в процессе евроинтеграции и обеспечения энергетической безопасности. Министр иностранных дел Михай Попшой заявил в ходе пресс-клуба, что визит американского чиновника является доказательством тесных политических отношений страны с Соединёнными Штатами. «Американские партнёры оказали нам огромную помощь не только в эти два года в достаточно сложные кризисные моменты, но и на протяжении более чем 30 лет независимости. Не могу дождаться встречи со своим коллегой, мистером Блинкеном». После визита в Молдову Энтони Блинкен отправится в Прагу, где встретится с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским и другими официальными лицами. Главной темой для переговоров станут дальнейшая поддержка Украины, сотрудничество в сфере модернизации обороны и углубления связей в области энергетики. Блинкен также примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, где определят приоритеты предстоящего саммита военного альянса в Вашингтоне. Мэр Кишинёва Ион Чибан, он же лидер движения «Национальная альтернатива», сообщил, что этой осенью не будет баллотироваться в президенты. Заявление прозвучало на брифинге 27 мая. Градоначальник также сообщил, что возглавляемое информирование усиленно готовится к парламентским выборам в следующем году. «Я говорил каждый раз и повторяю сегодня, что я не заинтересован в выдвижении своей кандидатуры на пост президента Республики Молдова осенью этого года, потому что жители Кишинёва отдали мне свои голоса». Президентские выборы пройдут 20 октября. В тот же день состоится референдум, на котором у граждан спросят, поддерживают ли они вступление страны в Евросоюз. Башкан Гагаузи и Евгения Гуцул снова предстала перед судьями по обвинению в незаконном финансировании преступной группировкой бывшей партии Шор. Заседание состоялось 27 мая. Традиционно Гуцул поддержали её сторонники. Они собрались перед зданием суда, скандировали антиправительственные лозунги и выкрикивали название блока «Победа», который возглавил беглый олигарх Илон Шор в Москве. «Победа! Победа!» После заседания суда Гуцул провела пресс-конференцию, на которой обвинила власти в давлении на гагаузскую автономию. «Пас во главе с моей Санду пришли к власти, то началось неимоверное давление на гагаузскую автономию. Ну, конечно, за год, как мы выиграли с моей командой башканские выборы, конечно, это давление ужесточилось. Враждебное отношение к гагаузии уже стало отличительной чертой правления Санду и Пас». Отвечать на вопросы журналистов Башкан отказалась, хотя объявила, что дает пресс-конференцию. Ньюсмейкер обратился за комментарием к пресс-секретарю партии «Действия и солидарность» Адриане Влас. Она заявила, что обвинения, выдвинутые башканом, являются популистскими заблуждениями. Глава кабинета президента Адриан Балутел заявил, что власти хотят поддержать жителей Гагаузии, как и остальной народ. Все села Гагаузии вовлечены в программу «Европейское село», а АТО Гагаузия уже много лет подряд является одним из наиболее поддерживаемых регионов со стороны Евросоюза и международных партнеров. Давление на гагаузскую автономию оказывают коррумпированные группировки во главе с Илыном Шором и Гуцул, которые используют народ Гагаузии в попытке дестабилизировать страну посредством коррупции и беззакония. Башкан Гагаузии обвиняется в получении финансирования для бывшей партии Шор в размере более 42 миллионов леев от преступной группировки. Еще одно обвинение касается организации и вознаграждения участников протестов, которые устраивало формирование. Гуцул грозит штраф в размере до 92 500 леев или до 7 лет тюрьмы и лишение права занимать определенные должности. Молдова не спешит признавать палестинское государство. Министр иностранных дел Михай Папшой утверждает, что когда дело доходит до конфликта и ситуации в секторе Газа, власти Кишинева твердо поддерживают решение о двух государствах. Заявление сделал глава молдавской дипломатии в ходе пресс-конференции в понедельник, 27 мая. По поводу признания Палестины, в 1994 году было подписано соглашение с палестинскими властями, но процесс признания не окончен. Это сложный политический процесс, и мы еще оцениваем целесообразность такого подхода. Наша твердая позиция заключается в поддержке решения о двух государствах, и мы всегда были сторонниками мирного разрешения всех конфликтов. 22 мая о намерении признать Палестину независимым государством заявили Ирландия, Норвегия и Испания. Официальное решение вступит в силу 28 мая. Сейчас Палестину официально признают 138 из 193 государств-членов ООН, включая Россию и Китай. США, Великобритания, Франция, Германия и Израиль не признают государственность Палестины. В 2014 году Швеция стала первой страной-членом Евросоюза, которая в одностороннем порядке признала независимость Палестины. Трое участников российской группы Би-2 получили гражданство Республики Молдова. Также молдаванами стали пятеро членов их семей. 27 мая новость объявил глава кабинета президента Майи Санду Адриан Белуцел в телеграм-канале. Наша страна открыта и гостеприимна для людей, которые выбирают мир и выступают за дружбу и уважение между народами. Участников группы Би-2 начали преследовать в России после того, как они выступили против войны в Украине. Республика Молдова защищает человеческое достоинство, свободу слова и выражает солидарность с теми, кто находится в опасности. Глава кабинета президента также отметил, что дела о получении гражданства доведут до сведения Майи Санду и изучат через призму предоставления гражданства в интересах Молдовы. История Би-2 началась в 1988 году в белорусском городе Бобруйск. Сейчас в ней состоят семь участников – граждане России, Израиля и Австралии. Молдова и Литва улучшат взаимодействие на основе двух соглашений. Их подпишут в Вильнюсе 28 мая во вторник. 27 мая молдавский кабмин одобрил решения, которые лягут в основу двух документов. Первое соглашение касается технического и финансового сотрудничества между двумя странами. Основное внимание уделяется экономической, социальной, образовательной сфере и иностранным делам. Актуальность соглашения состоит в необходимости укрепления двухсторонних отношений, а также содействия социально-экономическому развитию и энергетической независимости нашей страны. Заключение соглашений также будет способствовать реализации проектов технической помощи, предлагаемых Литовской республикой. Соглашение также предусматривает создание инфраструктуры для поддержки сельского хозяйства и развития сельских территорий, сотрудничество в сфере пожарно-спасательных служб, а также усиление устойчивости к дезинформации. Что касается второго соглашения, в нем речь идет об обмене и взаимной защите секретной информацией. Проект соглашения был разработан с целью создания правовой базы, необходимой для обмена секретной информацией, которая станет основой всей деятельности, связанной с обменом такой информации между сторонами. Во вторник, 28 мая, министр иностранных дел Михай Попшой посетит Вильнюс, где он и его коллега подпишут оба документа. Молдова заключила аналогичное соглашение с другими государствами-партнерами, включая Румынию, Украину, Беларусь и Грузию. Еще один инструмент для подготовки будущих защитников. В Молдове планируют открыть военный колледж. 29 мая правительство рассмотрит проект, который подготовило Министерство обороны. Предполагается, что колледж будет действовать на базе Академии вооруженных сил имени Александру Челбун. Согласно проекту, обучать будут до 60 студентов ежегодно. Сейчас военная академия вправе готовить офицеров с высшим образованием, но не военных техников с послесредним профессиональным техническим образованием. При этом другие учебные заведения страны не готовят специалистов военно-учетных специальностей. В этом году финансирование образовательного процесса обеспечат из бюджета Минобороны. Ведомство уже располагает средствами. На 2025-й потребуется свыше 4 миллионов 700 тысяч леев. Зелёные номера для экологичного электротранспорта. 7 июня владельцы электромобилей и автомобилей на водородных топливных элементах начнут получать номерные знаки зелёного цвета. Речь идёт исключительно о транспорте с нулевым выбросом углекислого газа. По данным Агентства публичных услуг, зелёные таблички станут отличительным элементом этих автомобилей и будут способствовать их лучшей идентификации в дорожном движении, а также развитию устойчивой мобильности. Эти номера будут выдавать как для новых машин, так и для уже зарегистрированных. Водители, которые хотят сменить только цвет номерных знаков и сохранить имеющийся номер, должны заплатить 550 леев. Столько же стоят и новые номера. Водители смогут выбирать номерные знаки из числа уже изготовленных, что обойдётся в 1100 леев. Желающим купить номера с определёнными цифрами или буквами, следует проверить наличие таких знаков на сайте asp.gov.md. Цена может варьироваться. По данным Агентства публичных услуг, граждане могут заранее зарезервировать регистрационный номер с необходимыми символами. С начала года до конца апреля в Молдове зарегистрировали 376 электромобилей, а за весь прошлый год – 1012. По всей Армении прокатились протесты. Утром 27 мая митингующие потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Митинги устроили из-за передачи Азербайджану четырёх сёл. В Ереване участники протестов перекрыли улицы автомобилями, мусорными баками и скамейками, а также автотрассы по направлению в Россию и Иран. По данным МВД Армении, полицейские задержали более 250 активистов. Их обвиняют в неповиновении полиции. Движение протестующих возглавляет руководитель Тавужской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. 19 апреля власти Армении объявили, что предварительно договорились с Азербайджаном о демокрации на отдельном участке границы. Договор предполагает передачу Азербайджану четырёх сёл в Тавужском районе. 24 мая азербайджанские пограничники взяли их под контроль. Специалисты считают, что пеликаны на озерах – это молодые птицы, которых взрослые особи прогнали на поиски другого источника питания. Под давлением пеликанов постарше им пришлось искать другие места для кормёжки. Такое давление внутри стаи полезно, поскольку заставляет молодых птиц задаваться вопросом, какие ещё места для кормёжки существуют. В Молдову обычно прилетают два вида пеликанов – обыкновенный и кудрявый, оба включены в Красную книгу. Их присутствие в нашей стране – это нормально, и я могу сказать, что это действительно удача, потому что европейский ареал пеликанов находится на Балканах, в Румынии, Украине, Молдове – вот и всё. У нас есть туристы, которые приезжают в Молдову или Румынию только ради того, чтобы увидеть пеликанов. Однако, похоже, что птиц встречают не так гостеприимно, как туристов. Орнитолог предполагает, что пеликанов прогнали рыбаки из-за битвы за рыбу. Вывод такой – существует скрытая война между человеком и любыми другими видами, которые мы считаем конкурентами, или если они посягают на ресурсы, которые мы считаем своими. Мы делим фауну на хорошую и плохую, или, можно сказать, на полезных и бесполезных животных. И во вторую категорию входят все животные, которые напрямую не помогают нам получать экономическую прибыль. Полюбоваться грациозными птицами можно у озер на юге страны, в том числе у озера Белеу в Кагульском районе, где сейчас гнездятся пеликаны. Эхо Холокоста доносится по сей день. Чтобы страшные уроки прошлого не забывались, по всему миру регулярно проводят мероприятия, которые посвящены массовому геноциду евреев во время Второй мировой войны. На прошлой неделе в столичном доме национальностей провели выставку редких фотографий. Исследователь и публицист Артур Бондарь представил уникальные архивы снимков, сделанных во время Холокоста. По тем материалам, которые я нахожу, это именно оригинальные военные негативы, можно понять и восстановить эту историческую ценность, историческую документальность. Инструментов для манипуляции фотографий сегодня предостаточно. Поэтому фотографии, которые оригинальные, которые сделаны на негативы, которые сделаны фотографом в период Второй мировой войны, они сразу дают различие, где настоящее, где ненастоящее. Эти уникальные исторические архивы позволяют подметить множество деталей. Выставку посетили старшеклассники из кишиневских лицеев и школ. Чтобы подрастающее поколение могло как следует усвоить уроки истории, очень важно обсуждать с ними трагические события и ничего не проукрашивать, отметили советник президента по межэтническим отношениям Наталья Давидович и замдиректора организации Агудат Израиль. Все мы знаем, что трагедия Холокоста заставила буквально содрогнуться весь мир. И когда мир осознал эту трагедию, то родилась фраза «никогда больше». К сожалению, по прошествии нескольких десятков лет нашлись люди, которые извратили эту фразу, превратив ее в другую фразу, ставшую мемом, можем повторить. То, что происходит сейчас, в частности в соседней Украине, всего в каких-то ста километрах от нас, это преступление. Я думаю, что один из важнейших выводов – это образование, это преподнесение информации, правдивая информация о том, что происходило в те годы, то почему это вообще произошло, как вы истинные причины такого явления, чтобы это понимать. И тем важнее это делать именно для молодого поколения, поскольку от них зависит будущее нашей цивилизации в целом. Школьники внимательно выслушали спикеров и приняли участие в дискуссиях о значимости сохранения исторической памяти. Во время Холокоста пострадало очень много людей, и, как говорят историки, то, что история нужна для того, чтобы не допускать ошибок прошлого в будущем, чтобы такого больше никогда не повторилось. Ну, во-первых, документальные свидетельства являются подтверждением и хорошим аргументом того, чего мы не должны совершать в будущем. Человечество должно понимать, что мы делали в прошлом. Холокост – это великое преступление против человечества, ведь было убито большее количество небийных людей. Камеры и фотографии помогли нам понять ход действий, что тогда происходило. Поэтому это очень важно также в ходе истории. Эпоха Холокоста длилась с 1933 года по 1945. По данным Совета Европы, общее число истребленных в лагерях смерти евреев оценивается в 6 миллионов. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. 26 мая 13 партий страны подписали пакт за Европу. Таким образом, они взяли на себя политическое обязательство в полной мере способствовать интеграции Молдовы в Евросоюз и поставить общественные интересы выше личных или групповых. Команда «Ньюсмейкер» поинтересовалась у жителей столицы, что они думают о подписании этого документа и верят ли они, что 13 партий смогут объединиться и достичь цели. Мы можем быть независимыми, именно государство. Не надо ни России, не надо ни Евросоюза. Вот это я думаю. А что будет? Посмотрим. Сперем, что это будет не только что-то, но и не хочу сказать, что это будет не только что-то позитив, но и очень рад для Республики Молдовы, потому что мы не имеем в основе, в принципе, в большинстве. Но это будет очень хорошо для общества, для политики. И очень хорошо. Мы сочетаем, мы верим, да. В принципе, правильные правила, в том, что мы верим, что мы верим все-таки. И так же для нас, в стране, не е грею для жизни. Это хорошо, что они уничтожены, да. Вы знаете, я не политик, но Евросоюз, в данном виде как он существует, он далек от реальности то, что пропагандирует. Я не поддерживаю. Много позитива. Для меня, дети, они живут в Европе, в Германии. Это и в будущем, и в будущем, и в будущем, и для этого мы идем. Вы думаете, что этот факт будет влиять позитива в реторика страны? Да, 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 да.